Всем привет! Сегодня я расскажу о наполнителях, о трех видах синтепоне, синтепухе и холофайбере. В интернете есть много информации, поэтому я решила сделать краткий обзор и поделиться своим небольшим опытом. Это синтепон, всем известный материал. Обычно он называется листовой синтепон. Он представляет собой листы спрессованного наполнителя. Его используют для изготовления верхней одежды, подушек, одеял, матрасов, а также для набивки мягких игрушек. Я его использовала при изготовлении лежаков для домашних животных. Если вы будете шить лежак для кота или собаки, то этот материал подойдет. Я шила в том числе для своих крыс и заметила такой минус синтепона. Он плохо впитывает влагу. Так что теперь лежаки для крыс я шью только с использованием холофайбера. Вот такую теплую подушку лежак я шила для своих крысюш. Мастер-класс есть на моем канале. Это у нас холофайбер. По структуре представляет собой наполнитель в шариках. Он хорошо держит форму и, как я уже говорила, впитывает влагу. Я его использую для наполнения лежаков, подушек, а также для набивки вязаных игрушек. В будущем я хочу попробовать шить интерьерную куклу. И знаю, что этот наполнитель не подойдет, так как создаст эффект целлюлита так называемый. Для интерьерной куклы подойдет синтепух. Вот он. Это универсальный материал для наполнения игрушек. Вы видите, он отличается от синтепона и холофайбера. Материал не спрессованный, распушенный, без шариков. Он легкий, хорошо держит объем и форму. При этом хорошо прессуется. То есть подойдет и для мягкой игрушки, и для более плотного наполнения. Так что я обязательно буду пробовать этот материал. На этом у меня все. Напишите в комментариях, какой материал предпочитаете вы. И до новых встреч. Пока-пока!